Песах Здравствуйте, добрый вечер. У нас сегодня третье занятие, посвященное подготовке к Песаху. Мы поговорили в прошлый раз о тех местах, которые надо проверить, проверить, чтобы там не оказалось кваснова на Песах. Сегодня мы продолжим тему подготовки, это продажа кваснова не еврею. Это многие годы, многие поколения продолжают этот обычай. Иногда это просто необходимо, когда говорится о каких-то компаниях, заводах и так далее, которые в мученных пекарнях, которые имеют в наличии большое количество кваснова, а не кошерного на Песах, они продают это не еврею. И таким образом, как бы, есть возможность это все не сжечь, огромное количество продуктов. И даже в частных домах это очень актуально. Часто актуально есть такие, которые считали, что частным людям продажа хамца, как такового, нежелательно запрещена, и другие большие равнины с этим спорили, говорили, что нет никакой проблемы в этом продавать. Как бы то ни было, все, кто устражает, и кто облегчается, я считаю, что если это не в чистом виде хамец, он с чем-то перемешан, то нет никакой проблемы это продать, и желательно это сделать. Есть такие люди, я слышал, которые не продают ни еврею на Песах ничего, это, скорее всего, это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, в посуде, которой мы не пользуемся на Песах, остается какое-то количество, если мы ее там прямо не... какое-то количество впитано в него, кваснова остается в посуде, могут остаться какие-то крошки. Есть продукты, которые не кошерные, на Песах мы их не употребляем, в еду в Песах, но они, в принципе, содержат, могут содержать какой-то квасной, который можно продать, и потом не обязательно это выбрасывать до Песаха, оставлять, можно это продать. А после Песаха продолжать пользоваться. Нет необходимости не только уничтожать это, но просто тогда же может быть запрещено иногда, потому что ведь есть такой запред, уничтожать те вещи, продукты, вещи и так далее, что может быть пригодно человеку, нехорошо это уничтожать и так далее, лучше сохранить это все. Поэтому желательно все это собрать и собрать в одно место, закрыть в каком-то месте это, желательно написать там, чтобы это было ясно, человек не перепутал, что это место сдано во владение нееврею, и то, что там есть это продано нееврею, и не пользоваться этим в Песах. А после Песаха этот нееврей продает это обратно, и мы опять начинаем этим пользоваться. Более конкретно, как это происходит. Равин раньше, это каждый человек частным образом мог это делать. В последнее время принято, что Равин, который знает все законы, он принимает у себя специальные такие документы, в которых человек каждый, там есть составленные специально, приняты всеми, текст, там написано, я такой-то, такой-то, имя, фамилия, кто ты такой и так далее, где ты живешь, твой адрес точно, все эти указываются продукты, предметы, которые продаются или сдаются во владение нееврею, пишется там, что я такого-то Равина прошу быть моим представителем для продажи. Роспись, и это письмо, этот документ переходит к Равину, и Равин, выступая в качестве посланника своей общины, он это ведет, переговоры с неевреем, продает ему все квасное. Заканчивается праздник, седьмой день Песаха, как только заканчивается праздник, приходит нееврей к Равину городу, выкупает Равину него обратно хамец, дает ему сумму какую-то и так далее. То есть это, я присутствовал при этой продаже, это происходит реальная самая продажа, там есть торги даже, да, есть торговля определенная, хочет больше и так далее. Приходит к какому-то заключению, и, в принципе, сразу после выхода Песаха, седьмого дня Песаха, можно практически сразу пользоваться этими продуктами, они уже выкуплены обратно. Надо знать, что мы хамец продаем не Равину, а делаем его нашим представителем для продажи, не еврею. Надо знать еще очень важную вещь, что мы не продаем посуду, потому что ее надо будет потом окунать в микфу специально, а мы продаем тот квасной, который на этой посуде осталось, или который в эту посуду впиталось. Мы места, где находится квасное, сдаем в распоряжение не еврея, а потом все это вместе мы получаем обратно в наше распоряжение. Косметика, например, да нет никакой необходимости ее сжигать, убирать, выбрасывать и так далее, достаточно ее продать. Можно быть даже по букве закон косметика, некошерная на Песах можно и пользоваться даже в сам Песах, как мы с нами поговорим дальше. Но есть те, которые не делают, они кладут, вставят ее в эти шкафчики, которые будут сданы в распоряжение не еврея, и после Песаха можно им пользоваться, нет никакой проблемы. Те комнаты, те помещения, например, которые человеку тяжело проверить, ему по какой-то причине нет возможности проверять их, сосвечать то, что мы с вами говорили, он может загадя это сдать не еврею, совсем продать все квасное, которое там находится не еврею, и тогда, когда придет ночь 14-го Ниссана, он свободен от того, чтобы делать такую проверку. Желательно этого не делать, желательно, раз мудрецы сказали, есть такая заповедь, жалко ее терять. Но, в принципе, по букве законы, бывают разные ситуации, надо означать, что есть такая возможность. Желательно в те места, которые будут сданы не еврею, с квасным положить туда, в тостеры, миксеры, всякие, всю посуду туда поставить, чем пользуются для выпечки, для замеса теста и так далее. Это все, что, всякие такие проблематичные вещи, чтобы там были. Лекарствами, которые не будут пользоваться на песах, которые не кошерные на песах и так далее. Например, мука, да мука, в принципе, ее нет необходимости сжигать или выбрасывать, ее достаточно продать на время песах, а не еврею. И нет никакой проблемы. Кто делает продажу? Только тот, кому принадлежит этот хамец, либо тот, которого он назначил, хозяин, назначил посланника, чтобы он его продал. Построенный человек не может чужой квасной продать. И желательно в течение всего песаха не заходить те места, которые сданы в распоряжение не еврею, и те шкафчики, которые сданы в распоряжение не еврею, не открывать и не заходить. Но если такая необходимость есть, то можно как бы в частном виде как бы один-два раза воспользоваться тем, чтобы взять это, что-то там достать, положить обратно и так далее. Но не делать из этого правила, и желательно этого не делать. Хамец, который был во владении еврея, и он не был продан не еврею, и в течение месяца он был во владении еврея, он запрещен в еду и в любое удовольствие. Поэтому надо знать, что когда мы пользуемся продуктами, мы должны пользоваться такими продуктами после Песаха, которые были правильно, согласно закону, проданы не еврею, либо они были уже созданы после Песаха. Иначе такой продукт запрещен в еду. В канун Песаха есть такой обычай, делают пост первенцев. То есть это имеется в виду любой мужчина, который родился первым, либо у мамы, либо у папы, первый ребенок. Это может быть тот, у которого до него были выкидыши, он тоже считается первенцем. За маленьких детей папа постится, женщины, не принято, что женщины постятся. И даже мужчины, это как бы не такой строгий пост, поэтому стараются как бы поучаствовать в праздничном, праздничной трапезе сначала, да с утра, прямо этого дня, кануна Песаха, принято заканчивать какой-то трактат, или сам первый не заканчивает, либо какой-то другой человек, и все первенцы участвуют в этой трапезе, немножко там достаточно сесть, немножко этой трапезе, или даже можно даже не есть, может он потом прийти домой и дома кушать, и нет никакой в этом проблемы, нет обязанности устражать здесь. Если Песах у нас попадает, канун Песаха попадает на субботу, то пост первенцев переносится на четверг, не на пятницу, а на четверг, принято в пятницу, если такая возможность не поститься, не постятся в пятницу, перед субботой. Канун Песаха, мы с вами говорили, что есть такой обычай, весь месяц Ниссан, сначала месяца Ниссан, уже не есть мацу, но это только обычай. с утра канун Песаха не едят мацу уже по закону, поэтому ее и не детям не дают, и желательно не нарушать этот закон, не есть мацу в канун Песаха. все, что связано с мукой, все, что из мацы делается, все не едят, кроме такого блюда, как называется кнедлах, это помолотая маца, которую варят, там специально делают такие, типа котлеток таких, мучных, только они разрешены. Так, в принципе, пироги и всякие другие изделия из мацы, они запрещены в канун Песаха. хамец, до какого часа едят хамец, есть такое правило, что до четвертого часа временного едят хамец, до пятого часа можно его продавать, а после шестого часа, и там потом уже сжигают его, и после шестого часа уже, уже как бы он не в нашем владении, нечего с ним делать после шестого часа. Что это? Временные часы эти, это примерно, если мы говорим о четвертом часе, это получается где-то около, наверное, 9.30, около 10 утра, так это обычно бывает, когда заканчивается время, во всех сейчас календарях еврейских это пишется, до какого часа разрешено есть, до какого часа разрешено продать, после шестого часа уже не разрешено его не продать, ничего с ним сделать невозможно, только все, что нашли, после этого только сжигать. Нежелательно кушать много, где-то с четвертого временного часа, примерно после четырех, после обеда. Я говорю про обычные часы, потому что, чтобы человек, когда он сядет за стол пасхальный, чтобы он кушал с удовольствием, с аппетитом, не делают работы никакие, уже с полудня, скажем так, с 12 часов, с 12-30 дня, уже не делают работы никакие, все подготовки к празднику желательно закончить до этого времени, то есть посриться, побриться, постирать, погладить и так далее. Надо знать, что это самое заранее, что в песах, в Холомоид полупраздничный или в Песах, нельзя будет ни стриться, ни бриться, ни гладить, ни стирать, поэтому желательно это все сделать заранее, постыть ногти, тоже нельзя будет стрыть ногти во время Холомоида, во время праздника, принято окунаться в микво, мужчины окунаются в микво, делают это уже после полудня, в честь праздника, чтобы быть чистыми ритуально, духовно и так далее. Сейчас бы хотелось помнить несколько вещей, которые было бы хорошо обратить внимание, которые связаны с Песахом. Например, есть такой обычай, помыть яйца, те, которые куриные яйца покупают на Песах, заранее купить их и помыть до Песаха, чтобы там могут быть какие-то откорма, хамец к нему, может быть приклеен какие-то крошки и так далее. Желательно помыть хорошенько все яйца, которыми будут пользоваться на Песах. Те благовонники, которые пользуются, когда в конце субботы мы говорим о вдалу делаем, после субботы не пользуются ими во время Песаха. Зубные щетки убирают теми, которыми пользуются в средние годы на Песах берут другие. Меняют скатерти, меняют полотенца. Тот корм рыбный или других животных, который содержит хамец, он в принципе запрещен, запрещен им пользоваться в Песах, надо на Песах, чтобы был не хамцовый корм для животных. У кого есть какие-то в этом проблеме затруднения, надо спросить у Равина, это не то, что так, что надо сейчас морить животное голодом, надо спросить у Равина, как поступать в каждой ситуации, когда нет такой возможности. Но изначально надо знать, что хамец запрещен. Желательно помыть все овощи и фрукты до Песаха, и когда мы покупаем во время Песаха, сразу же вымывать это хорошо, аккуратненько, потому что и тогда овощи и фрукты могут быть с какими-то крошками иногда, а в основном из-за того, что спрыскивания всякие, которые есть сегодня, они могут быть с содержанием квасного. Вся еда, которая есть, вся еда и всякое питье, даже которое нам кажется, ну никак оно не связано вообще с мучным, необходимо сегодня в наших производствах, которые сегодня есть, там могут войти туда крошки, попасть туда крошки могут, могут туда входить всякие элементы, компоненты, всякие дополнительные, да, прививки и так далее, даже в мясе, в рыбе и так далее, могут быть встречаться всякие элементы квасного, поэтому любой продукт, который нам попадает на стол во время Песаха, он должен иметь знак кошерности на Песах. Овощи и фрукты, как таковы, естественно, да, если хорошо их помыли, то не кошерные на Песах. Особенно, особенно то, что необходимо, чтобы было специально карапатное, скорпулезно проверено на кошерность на Песах, это маца, естественно, потому что это самая, самая такая вещь, которая связана с мукой, с водой и так далее, поэтому маца это, должно быть, самое, что они неискошерные на Песах. В сухофруктах, да, могут встречаться, там, мукой иногда посыпают их в орешках, в семечках, да, это самое, хотя мы с вами посмотрим, что ашкиновские евреи семечки не кушают, но, в принципе, те, которые кушают, надо знать, что все, все, что связано с орехами и подобным, могут быть там, могут быть там, надо их покупать, чтобы они были кошерные на Песах. В Песах пользуются иногда фольгой, какими-то, какими-то предметами одноразовой посуды и так далее, да. В принципе, то, что связано с пластиком, с капроном, да, с такими всякими вещами, там, как правило, нет никакой проблемы с хамцом, ими можно пользоваться, на них даже не надо обязательно, чтобы был знак кошерности на Песах. В бумажных, в бумажных изделиях могут быть, могут встречаться иногда в салфетках и так далее, могут иногда встречаться какие-то содержания квасного, поэтому желательно, чтобы это было со знаком кошерности на Песах. Естественно, что, говорю про те вещи, которые касаются, дотрагиваются еды, то, что не дотрагивается еды, можно, наверное, запреть на это глаза. Лекарства, если они горькие, то, в принципе, по боку закона нет проблеми пользоваться ими, даже если они не кошерные на Песах, потому что это не еда, это не удовольствие. Те, которые имеют приятный вкус, ими запрещено пользоваться на Песах, и опять же, человек не должен торопиться, сделать выводы какие-то, здоровье – это очень важная вещь. В любой ситуации надо спросить у Равина. Сегодня есть очень много видов кошерных, особенно в Израиле, кошерных на Песах, медикаментов всяких, даже горькие уже можно даже устрожить и купить те, которые кошерные на Песах. Но, опять же, ни в коем случае не делать это самостоятельно, никаких устрожений, а спросить это все у компетентных специалистов, у Равина, чтобы неважно заповедать историю, то есть следить за своим здоровьем и не подвергать жизни опасностью. Что касается моющих средств, косметики, всякие гигиены, то, что гигиены тела, гигиены лица, рук и так далее, по букве закона, в принципе, можно пользоваться не без особого удовлетворения кошерности на Песах, но есть такой момент положительный, есть такая возможность, если вдруг, да, если в Израиле, например, здесь продаются все продукты, можно купить, все такие вещи, можно купить кошерную на Песах, есть такой момент определенный, да. Но надо знать, что по букве закона можно, можно не пользоваться, но можно обычными всего года пользоваться. Когда покупают мясо на Песах, надо остерегаться, чтобы не сказать, мясо это будет на Песах, потому что это выглядит, как будто я хочу приобрелать, приобрести в жертву, это делать нельзя, поэтому покупают мясо без того, чтобы сказать, что это на Песах. У сифардских евреев, у представителей сифардских общин не принято устражать ту вещь, о которой я буду говорить, да, это самое, чтобы не есть то, что называется китниот в Песах. Что такое китниот? Китниот, это, в принципе, любые бобовые, да, наверное, не совсем точно как бы бобовые, да, потому что рис, например, это входит в китниот, горох, фасоль, чечевица. Семечки всякие, да, семечки подсолнечные и принятые другие семечки тоже не, 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 это, я говорю про ашкиназских евреев, да, сфарадимы, да, едят, пользуются этим, а ашкиназы нет. Это не хамец, это, это было такое, взяли на себя ашкиназские евреи такое обычае, не пользуются этим, потому что это приходило в мешках, в которых до этого привозили пшеницу, рожь и так далее, красное там нам могло быть, да, из опасности, что это будет смешано с сквозным, решили этим не пользоваться. Сегодня практически такого опасения нет, да, все отдельно, все делается отдельно на отдельных заводах, в отдельных расфосходах происходит отдельно совершенно, тем не менее, этот обычай остался, и ашкиназимы его очень четко соблюдают, и даже детям желательно все то время, пока это нет никакой острой необходимости, не давать это. Иногда бывает, на маленькие дети, которым необходимо это, то это, да, дают им, в том числе и варят, и готовят, и так далее, но делают так, чтобы отдельная посуда была, чтобы взрослые люди, которые не должны это есть, они, чтобы это не попало никак в еду, готовить, если это надо варить, например, да, то можно варить на кошерном пасхальном плите, но чтобы, опять же, да, чтобы это не разбрызгивало, чтобы эти брызги горячие не попадали мне в пасхальную посуду и так далее. Кукуруза сюда входит еще, мак, соя, хумус, фисташки, есть еще некоторые продукты, которые входят, основные, да, есть, которые не ашкиназы, которые не пользуются хлопковым маслом, да, хлопок, в принципе, он сюда не подпадает в статус скиднет, но, тем не менее, не пользуются хлопковым маслом, пользуются маслом ореховым, мне кажется, пользуются маслом пальмовым, и, естественно, оливковым нет никакой проблемы, пользуются, но не посолнечным и не соевым. Сфар-1 пользуется этими всеми продуктами, но только надо, чтобы они были, естественно, кошерными на песах, чтобы, поскольку, как любой другой продукт, туда могут входить крошки, попастили и так далее. Но выбрасывать их и ашкиназы не должны, да, надо их поставить, если они кошерные на песах, то их продавать нееврею не нужно. Если они не кошерные на песах, то надо поставить то место, которое сдается в распоряжении нееврею и продать их вместе с тем, что будет продано на песах нееврею. Не пользуются той посудой, в которой варили вот эти вот ашкиназы, да, не пользуются той посудой, в которой китниот варили вот эти продукты, о которых я сейчас сказал. есть такие люди, надо знать это, да, есть не то, что надо это делать, но есть такие люди, которые, у которых принято есть такое обычай, чтобы не удивляться, которые не едят мацу, которая попала в воду, не едят мацу с водой в песах или в какой-нибудь другой напиток, жидкость, в которой уходит вода даже немножко. Когда человек принимает у себя гостей, он должен поинтересоваться, есть, и он пользуется такой мацой, например, в каких-то блюдах и так далее, он должен поинтересоваться, не кто-то ему пришел, он, каковы его обычаи, чтобы не дать ему есть то, что тот не ест обычно. Принято перед песахом, как в любой праздник, зажигают свечи, надо эти свечи приготовить заранее, зажигать их будут уже после выхода зоя, чтобы это уже было все готово, и не надо было их готовить. Если у нас есть песах, и сразу до него суббота, или сразу после него суббота приготовить, чтобы заранее было готовы свечи и на песах, и на субботу. Женщина говорит Чиихияну, что дал нам дожить до этого времени. Желательно, чтобы это происходило зажигание пасхальных свечей, если такая возможность, если это не попадает в песах на субботу, уже после выхода звезд, чтобы это тогда благословение, что дал дожить до этих дней, и включало в себя заповеди ночи пасхальной, то, что мы будем потом выполнять всякие вещи во время пасхального седра, во время этой ночи. Во время вечерней молитвы принято говорить, уже мы начали песах, да, во время вечерней молитвы принято говорить специальную молитву праздничную со вставкой на песах, и после нее говорят аллель с благословением. Когда мы говорим благословенный аллель, надо иметь в виду, что и тот аллель, который мы скажем потом во время пасхальной ночи, на него нет благословения, и это благословение, чтобы включало тот аллель тоже. Хотелось бы несколько слов посвятить тем годам, когда канун Песаха попадает на субботу, что там особенного есть. Мы, как я уже сказал, сжигаем хамец в пятницу, в тот час, когда, обычный час для сжигания хамца, чтобы не перепутать, другой год не сжечь. Хотя, парадоксально, да, потому что мы продолжаем после сжигания хамца, его еще есть практически почти сутки. И, ну, тот текст, который мы говорим, что все, что я не сжег и не нашел, чтобы это было не мое и мне не принадлежало, мы это скажем уже потом в субботу. Как делают, приготовляют трапезу в субботню? Берут, так принято делать, берут уже ту посуду, которая, пасхальную посуду, в ней готовят все продукты, перекладывают ее либо в одноразовую посуду, либо стараются так, чтобы крошки никак не косунулись той посуды, в которой готовят, которая у кошельной на Песах. Стараются, чтобы крошки, ведь в субботу едят еще мучное вечером и утром, чтобы никак эти крошки не попали в те места, которые уже у нас подготовлены к Песаху. Утреннюю трапезу разделяют на две части, чтобы успеть поесть два раза хлеб мучное до того, как выйдет время запрета поедать, пока возможно еще есть хамет. Делают одну трапезу, ждут полчаса, потом сразу делают вторую трапезу, опять с халу. После того, как вышло время поедания хамца, запрещено его есть, собирают все крошки, все, что осталось мучное и уничтожается. Если не засорится канализация, то это, извиняюсь, в туалет сбрасывают, либо если это опасно, что это испортится канализация, то наливают какую-нибудь вещь, которая портит вкус на хлеб. Эта вещь должна быть заранее подготовлена, поскольку это суббота. Такие вещи, они не субботники. Заранее до субботы подготовить, что я хочу этим пользоваться в субботу или взять какой-то такой, скажем, раствор, который в субботу может упрогать, налить его на тот хлеб, на то мучное, на то квасное, которое мы хотим уничтожить, налить в него и выбросить в мусор. И потом уже днем, днем, когда делаю трапезу, дневную, там уже не едят, естественно, ни мацу и ни квасное, кушать рыбу, мясо, салаты и так далее. Надо не забыть после того, как закончилось время поедания квасного, сполоснуть рот, чтобы не остался хамец во рту, все подмести, убрать все крошки и так далее. Я думаю, что нас ждет еще одно занятие, на котором мы поговорим уже конкретно о самом проведении пасхального седера, о вещах, которые надо обратить там внимание особенное на них. В принципе, как бы мы уже пришли к этому празднику, у нас уже идем к пасхальной ночи. Называется Лель Седер. Седер – это порядок, определенный порядок здесь есть. То есть мы идем в определенном ритме, в определенном порядке. Каждая вещь должна иметь свое место. И Бог даст, мы об этом специально поговорим на следующем занятии, наверное, будет, но заключительным, завершающим. И пока что позвольте попрощаться с вами, пожелать вам самого лучшего, чтобы Песах в этом году у вас прошел особенно хорошо, чтобы мы не забыли самое главное – почувствовать себя свободными людьми, ради чего мы вышли на свободу, кто нас вывел на свободу, и чтобы мы оставались свободными всегда. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok